Видите, как очень энергично работают руками. А вот Александр Мразевич. Вот прекрасно. Сейчас я тоже выставлю. Ага. Вы знаете, Дубова, на самом деле, просто мы посмотрим в оплете. Вот он на втором столике. Вот. Так что можно вывести этот оплет на экран. Вот правый нижний угол. А Александр Мразевич играет против Евгения Бореева. Тоже весьма-весьма принципиальнейшая встреча. Они много сыграли партий в серьезные шахматы. Вот защита Каракан. Защита Каракан. Мразевич после С5 забрал. Видите, что черные выводят фигуры, а белые пока играют только пешками, как Феридор. Ну, я думаю, сейчас какой-то момент я не помню. И Мразевич. Нет, смотрите, продолжает чисто пешечное наступление. Молодец. Шестой тур у нас. Вот напоминают нам. Я думаю, что слона надо отводить на Д7, потому что на слон Е4 будет Ф3. Надо уводить назад. Хотя, конечно, Евгений думает, может быть, еще можно что-то извлечь. Так, ну что, неужели сейчас Мразевич сыграет Ф4? Я его сильно уважаю, если он еще... Да, Ф4 сыграл. Смотрите, вот одними фигурами сыграет Александр. Он защитил пешку на Е5. И, в общем, видно, что разучился человек ходить фигурами. Но, вы знаете, у него и пешками пока неплохо получается. Коня Ш6. А вот, смотрите, как Бореев-то, в общем, собирается наказать соперника за такое пренебрежение фигурами. На Ж4 подвисает, между прочим. Ситуация-то очень непростая. Я не уверен, что Мразевич прав в своих. Я думаю, сейчас слон Е2 уже сыграет как-то. Все-таки включит фигуру в бой. Ж5. Нет, продолжает играть пешками. Так, вот, первый ход фигуры. Слава Богу. Молодец. Мразевич, на самом деле, он захватил много пространств. Сейчас, кстати, и на Ж5. На Е5 можно стукнуть. Да, он стукнул. Стукнул. Ай, молодец. Ай, молодец. Неужели на Д5 съест? В это мне верится с трудом. Мне кажется, нет. Слон Е3 защищает пешку на С5. И Д4. Бореев не знает пощады, как Янычар. И жертвует пешку. Я думаю, что очень-очень опасная позиция у белых. Очень опасная позиция у белых. Ясно, что на Д8 сейчас придется взять. Ну, а куда деваться? Бедному крестьянину. Да, висит ладья. Видимо, ладья H3. И слон берет на С5. У черных пара мощных слонов. Слон С5. Конь Е2. Конь вышел на С3. Ну, что, пешка пока есть. Пешка пока есть у белых. Но, вы знаете, она не в радость. H6 сейчас еще сыграет Бореев. Будет нападать. У меня такое подозрение, что у черных мощнейшая компенсация за пешку. Во всяком случае, в Блице. Да и в серьезных партиях. В серьезный шахмат. H6. Правильно, G6 сыграл Морозевич. Видимо, он готов эту пешку отдать. Его задача сейчас, наконец-таки, развиться. Очень важно. Да, взяли-взяли. Так. Я думаю, просто король Е7 сейчас сыграет. Бореев. Да, король Е7. Вот так. На конь ЦТ может быть Б5 как-то атаковать. На самом деле, совершенно очевидно, что достаточно серьезная инициатива у черных. И пешка тут, конечно, пока не чувствуется. Так. Ачадаев, на мой взгляд, владеет преимуществом во встрече с Дубовым. Но Даня, молодец, сопротивляется. Сейчас, я думаю, конь у него выйдет на F6. И, в общем, какое-то напряжение будет создано. Хотя, конечно, вы знаете, в первые минуты просто идет на самая настоящая шахматная борьба. Вот безо всяких скидок. То есть соперники обмениваются и дебютными какими-то познаниями. И принимают очень тонкие позиционные решения. Ну, а потом, по мере того, как время на часах тает, конечно, уже начинаются нервы, начинаются импульсы. И начинается, уже демонстрируют наигранность. Тут очень важный опыт. Важный опыт, как вот на секундах надо действовать. Как чувствует время. Кстати говоря, чувствовать время. Надо просто, не глядя на часы, понимать. Понимать, сколько у тебя времени. Надо понимать, когда делать ход. То есть тут организм шахматиста, он как точно настроенный прибор. Он должен действовать очень-очень выверенно и точно. Малейшие потери концентрации, все, ты уронил флаг. Если ты чуть-чуть не обратишь внимание на происходящее, можно и допустить очень серьезный позиционный огрех. Ну что, слон F2 сыграл Бореев. Очень, кстати, хорошее решение. Ладья черных ворвалась на второй ряд. На мой взгляд, у Морозевича серьезнейшие проблемы. Я подозреваю, что у Морозевича проблема очень серьезная. И позиция его не может нравиться. Не может нравиться. Мне кажется, что трудно придется Александру. Он, наверное, сейчас попробует ладья Ц3, ладья Е1, король Е3. Как-то укрепиться. Но там, между прочим, пешечка Аш побежит вперед. Да, ладья Ц3, слон Б5, ладья Е1. Да, заметьте, кстати, вот насколько расслабленный Морозевич, но в нужный момент он ускоряется, делает ходы быстро. Да, так, видимо, король Е3. Король Е3, видимо, хочет конь Ж3. А, взял, взял ладья Д1. А, вот так, вот так. Теперь белый ладья на Ц7 входит. Но мне кажется, это упрощение игры все-таки достаточно выгодно для белых. Достаточно выгодно для белых. Мне кажется, была позиция у них похуже. А сейчас, в общем, борьба. В общем, борьба, надо посмотреть. Ладью, конечно, нельзя игнорировать. Взял, взял и ладья Д2. А, простите. А ладья Д2, это что такое? Ну-ка, там же пешка на Е5 защищена. Так, так. А сейчас уже Морозевич, может быть, играет на победу. Там на Ж6, правда, пешка подвисает. Видите, что ладья с Ц6, черный напала на пешку с Ж6. Ну, я думаю, да, ладья Ж2 надо скромно сыграть. Ладья, ух ты, ладья С4. То есть, Бореев заводит ладью на Е4, но важно, чтобы она не пошла на Е1. Поэтому ладья Ж1 я бы сыграл бы белыми пока, чтобы ладья черных не ворвалась с тыла. А там видно будет. Вообще, в Блиц очень трудно строить какие-то долговременные... Может и король Ф3 пока сыграть. Трудно строить долговременные плады. Несмотря на то, что у черных не хватает пешка, смотрите, какая-то инициатива опять появилась. Да, король Ф3. Теперь на ладья Е4 будет ход ладья Е2. Кстати говоря, минуточку. Так, ладья С6. Да, то есть, теперь Бореев переходит к тактике в ожидании. А трудно что-то сделать. Вы знаете, у меня такое ощущение, что стоячая позиция, и довольно трудно что-то предпринять. Черные ладья очень неприятным образом терроризируют белых. А вот теперь появился возможность ладья Е4, ладья Е1. Ну давай, Евгений. Вперед, в атаку. Нет, он сыграл А5. Скромненько так, скромненько. Так, что же делать? Ладья Д2, надо вперед. Ладья Д2, ладья Ж5. Ну не знаю, вот ладья Ж5 очень убедительный маневр. Потому что, ну что, король на Е6 стал. Теперь черный сейчас Б5 еще прорвутся на... Угрожает А3. Угрожает А3. Белые практически обязаны играть. Ага. И что теперь на А3? На А3, видимо... Да, вот А3 был неплохой ресурс. Не знаю, почему отказался от этого Бореев. Потому что там белые пешки просто могли развалиться, между нами говоря. Вот. Ну, с другой стороны, понятно, что Морозевичу не хочется обесценивать свой пешечный перевес. Ладья Д2. Похоже, что Морозевич готов к обострению игры. А это неизбежно, видимо. Да, я думаю, что надо в какой-то момент плюнуть с высокой колокольни на пешку Ж6. И ладьями пойти есть пешки ферзевого фланга. Так. За пешкой Б7 надо просто зайти. Ладья Д4. Да. Вот сейчас ладья Д4. Правильно играет Морозевич. Ладья Б4. Ай, молодец. На Б7 шахом съесть это особое удовольствие. Б6. Так. Ну что, король Д4. Король Д4. Вперед крольком. Правильно. Правильно. Взял на Б2. Да. Взял на Б2. Взял на Б2. Пешка на А4 пошла. Взял. Взял. Так. Вот сюда король Д5. Ну что, молодец. Правильно играет Паразевич. Теперь, конечно, пешку Б6 отдавать очень опасно. Аж 5. С4. Да. Вот теперь белые должны прорваться в центре. Так. И черный угрожает ходом ладья Аж 6. Так. Ну вот как играет. Да. Видимо, шах и Е6. Шах, Е6, король Ф5. Вот какая-то такая битва сейчас пойдет. Потом может быть даже Е6 и король Д6. Ах, вот какая на черной беда нависла. Там, видимо, придется ладью спускаться вниз. Да. Ладья спускается вниз. Король Д6, наверное, надо сыграть. Король Д6 сыграть надо. И потом король. Да. Угрожаем матом. Шах, король Е5. Подбоем обе пешки. И Ж7. Так. Ну что. А вот здесь у черных пешка ААА. Аж 4 достаточно сильный. Белый не успевает, видимо, создать серьезных угроз. Так, так, так. Причем пешка на Ж7 осталась именно специально, чтобы белого короля на Ф6 не пустить. Вот это интересно. Может быть, взять все-таки? Так. Так, так. Бориев согласен на ничью. Да, согласились. Согласились. В общем, не нашли возможности играть. Так. Даня Дубов сыграл ничью с Чадаевым. Ну, не могу сказать, что плохой результат. В принципе, все нормально. Так. Ну что. Ян Непомнящий тоже уже как-то сыграл. Хорошо. Если у нас есть живые доски...